Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео я расскажу, как пройти новые испытания танка вдвоем на 3 звезды и какие призы вы сможете получить за прохождение этого испытания. Но прежде чем начать, хочу рассказать вам о клане 15 уровня Душанбе TJK. Ребята восстанавливают клан после перерыва почти в год, поэтому будут рады всем игрокам, начиная от 11-й ратуши. Глава клана это опытный игрок с 11-м таунхоллом, который готов развивать клан и участвовать во всех игровых режимах. Помимо классических кланов Хвоин, ЛВК и клановых игр, ребята хотят сосредоточиться и на развитии столицы кланов, которая сейчас на начальном уровне, но с коллективной поддержкой всех сокланов, я уверена, ситуация быстро изменится. Поэтому, если вы находитесь в поиске развивающегося клана, то обязательно сюда заглядывайте по тегу в описании. Если вы внимательно следите за моими выпусками, то уже помните, что на протяжении всего сентября в Clash будет проходить мероприятие под названием Clash Fest. Оно включает в себя множество различных испытаний, из-за прохождения которых вы можете получить не только стандартные награды, такие как волшебные предметы, ресурсы и опыт, но еще и возможность выиграть действительно классные призы. Сегодня я расскажу про четвертое испытание, которое называется Танго вдвоем. Его придумал англоязычный ютубер Джудо Слоу с более чем миллионной аудиторией. И на мой взгляд, это испытание одно из самых простых, которые вообще были на протяжении Clash Fest. База довольно интересная, армия тоже своеобразная, но сейчас, когда мы посмотрим с вами прохождение, вы поймете, почему именно такие юниты и в таком количестве. Кстати, важный момент. Все игроки, которые сделают три звезды в этом испытании, будут участвовать в розыгрыше коробки с мерчем от Clash of Clans. Не могу быть 100% уверенной, но я подозреваю, что это похожая коробка, как Supercell в свое время присылали мне, где была капелька Дарка, носки с персонажами из Clash of Clans и всякие другие ништяки. Ссылку на эту распаковку я оставлю в описании к ролику, еще больше таких распаковок видят спонсоры на моем канале. Ну а для вас очень рекомендую досмотреть видео до конца, чтобы вы точно знали, как сделать три звезды и попытались счастья в розыгрыше этих коробок. Причем, как утверждают сами Supercell, эту коробку сможет получить не только тот человек, который выиграет в этом розыгрыше, но еще и все его сокланы, даже если у вас их еще 49 человек. Поэтому обязательно участвуйте всем кланам, чтобы просто максимизировать свои результаты и свои шансы. И прежде чем показать испытания, я хочу напомнить, как сделать так, чтобы ваши войска располагались в два ряда. В этом испытании, возможно, вам-то и не пригодится, но наверняка вопросы будут. Итак, заходим в настройки, дополнительные настройки, размер индикатора войск и нажимаем кнопку в два ряда. Сразу скажу, что это работает только на планшетах у меня iPad и на устройствах с большим экраном. На телефонах такое работать не будет. Ну а теперь переходим к прохождению испытания. Самое главное, что нужно помнить, в этом испытании все очень точно и все очень симметрично. Поэтому первое, что мы с вами делаем, это в места, отмеченные красным крестиком, высаживаем по одной суперлучнице. С этой позиции суперлучницы пробьют хранилище Дарка, Орла и Инферно. То же самое будет и с другой стороны. Далее по стрелкам снизу мы высаживаем по одному гоблину. Они бегут на золотохранилище. Теперь смотрим на пьедесталы героев с левой и с правой стороны. И кидаем по одной молнии четко в центр всех этих пьедесталов. Так вы сразу их уничтожите. Теперь нужно открыть забор. Для этого используем два бомбера с нижней стороны. Высаживаем их прямо около забора. Еще два бомбера оставляем. Они нам пригодятся немного позже. Теперь можно немного подождать, пока суперлучницы уничтожат орлов. В идеале это будет лучшим решением. Но если ждать лень, то можно потихоньку начать высаживать и обычных лучниц на мортиры по вот этим красным стрелкам. Но самое главное сажайте лучниц очень близко к мортирам, чтобы они попали в слепую зону. Если посадите далеко, то мортиры дадут залп по лучницам и луки умрут. После чего можно высаживать ведьм уже на нижние хранилища. Потому что лучницы к этому моменту уже начнут отвлекаться на хранилище Дарка. Высаживаем по стрелкам и просто немного ждем. Теперь наша задача дождаться того момента, когда все будет зачищено. Потому что все остальные юниты у нас пойдут уже непосредственно в центр. К орлам и кратушам. Скелетики и ведьмы будут расходиться в разные стороны. К хранилищам Дарка это отлично так и должно быть. В идеале неважно как именно они пойдут и что первого уничтожить. Главное, чтобы они уничтожили все, что находится с нижней стороны. Дожидаемся момента, когда будут уничтожены противовоздушные обороны. И теперь можно высаживать валькирии вместе с боулерами в сторону орлов. Они зайдут в центр и вот тут нам понадобится уже помощь электродраконов. Их мы высаживаем тоже ближе к центру, но недалеко от инферно. С левой и с правой стороны также симметрично. Однако оба инферно находятся в сингл режиме. Это значит, что электрики быстро погибнут. Чтобы этого не произошло, на центр, на саму ратушу мы кидаем заклинания летучих мышей, которые сразу начнут грызть инферно. В принципе можно сделать и наоборот, разницы особой нет. Самое главное, чтобы электрики у вас не погибли. Теперь у нас остаются последние два бомбера, которые мы используем с верхней стороны по красной стрелке, для того, чтобы наши войска вышли от ратуши. Но вот в принципе и все. Теперь остается только дождаться, пока все будет уничтожено. На героев с левой и с правой стороны вообще внимания не обращайте. Они вам просто не нужны. Вот в Клэше было очень много испытаний за все время игры. И честно говоря, скажу вам, что испытания от Джуда Слоу мне всегда нравятся больше, чем все остальные. Потому что они довольно занимательные, интересные и в то же самое время не суперсложные. Мне кажется, именно таким и должно быть испытание, чтобы все-таки немного подумать, как его проходить, найти подход, но при этом еще и не ломать голову. Так что этот испыт мне очень понравился. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже без проблем смогли пройти испытания. А я хочу поблагодарить спонсоров канала. А еще обязательно заглядывайте в мой телеграм-канал. Помимо новостного контента по Клэшу и Бравлу, тут всегда есть анонсы новых роликов, стримов. Можно пообщаться с ребятами, найти себе команду, вступить в клан. Но самое главное, что сейчас в моем телеграм-канале проходит розыгрыш 2000 гемов по Клэш оф Клэнс. Условия крайне простые, нужно просто подписаться на телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео, и нажать кнопочку «Хочу гемы». И дальше ждать определения победителя. Итоги подведутся уже в это воскресенье, так что осталось всего пару дней, чтобы узнать, кто заберет гемы. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатры. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас, оставляя интересный или забавный комментарий к этому выпуску, не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok